Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Все о модернизации. Проблемы, пути решения и реальные результаты. В областном центре прошло заседание Брестского исполнительного комитета. Что год учебный нам готовит? В городе над Богом завершаются работы по подготовке учреждений образования к новому школьному году. Статистика знает все, но ее знают не все. Белорусские работники статистики отметили свой профессиональный праздник. Обо всех этих событиях мы вам расскажем прямо сейчас, а не только о них. Начнем с деловых новостей. На протяжении нескольких лет на производствах в Беларуси проводится модернизация. Улучшение материально-технической базы и модификация технологий позволяют предприятиям выходить на новый уровень, сохранять конкурентоспособность на рынке и работать результативно. Конечно, без проблем не обходится. Потому одной из главных тем, которые стояли на повестке дня очередного заседания облсполкома, стали вопросы, касающиеся обновления предприятий области. О модернизации, о проблемах и реальных результатах. Материал Анастасия Стропко. Обсуждение модернизации предприятий Брещена на заседании облсполкома началось с подведения промежуточных результатов по основным показателям. Выручки от реализации продукции на одного занятого, увеличение ее добавленной стоимости и номинальной заработной платы рабочих. И в соответствии с озвученными цифрами уже сейчас можно сказать, что проводимая сваженная и целенаправленная работа дает положительный результат, и все годовые показатели будут выполнены в соответствии с прогнозами. Карактеризуя основной качественный показатель модернизации, это выручка от реализации продукции на одного занятого, отмечается ее рост как в целом по области, так и по основным видам экономической деятельности. Напомню, что в Брестской области она должна составить к концу года не менее 48,4 тысячи долларов США. За январь и июнь 2013 года в модернизируемых организациях она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 22% и составила 22,3 тысячи долларов. Добавленная стоимость за январь и июнь 2013 года достигнет в целом по области не менее 7,2 тысячи долларов США. Номинальная начисленная заработная плата за январь и июнь в промышленности, строительстве и торговле на транспорте и в связи уже превысила запланированные на текущий год показатели. Цена по организациям она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58%. Несмотря на хорошие показатели, губернатор региона Константин Сумар подчеркнул, что модернизацию нужно проводить не для положительной отчетности, а потому на заседании больше обсуждались не достижения, а реальные проблемы и вопросы, существующие в этой сфере. Порой получается так, что процесс обновления предприятий, который должен проходить для улучшения и ускорения производства, проводится, что называется, для галочки, и, как правило, качество таких преобразований оставляет желать лучшего. Модернизация ради модернизации не должна идти. Мы, когда говорим о модернизации, то мы, еще раз повторяю, говорим, что конечный результат, который мы должны получить на финише, это увеличение выручки на дно работающего, это рост добавленной стоимости, это увеличение зарплаты, но еще сколько же мы новой продукции получим после этой модернизации, насколько увеличится производительность труда на наших предприятиях. Наглядным положительным примером проводимой модернизации стало усовершенствование печатного производства одного из районных центров области. Овсетная листовая печатная машина «Полипрестиж-574» на прошедшей неделе начала работать в финской региональной типографии. Высокая скорость печати до 15 тысяч листов оттисков в час, более яркие краски и увеличение запечатываемой площади до 30% – это основные, но далеко не единственные преимущества, введенные в эксплуатацию аппарата. Благодаря подобной технике типография сможет в разы увеличить скорость и качество выпускаемой продукции, что, естественно, скажется на уровне доходов предприятия. Полиграфия – это очень большая составляющая часть средств массовой информации, то есть печатных средств массовой информации, где тоже проходит модернизация, и вот как сегодня мы делаем пуск к новой печатной машине. Связующее есть между этим тем, потому что промышленность идет модернизация, мы об этом печатаем. Но вместе с тем хотелось бы как бы показать то, что проходит и у нас в модернизации, и все то, что делается в других отраслях, мы просто будем более качественно, более экономно показывать, доводить, говорится, эту информацию до потребителя. Но возвращаясь к заседанию, обл. исполкома не на каждом предприятии работают по-новому. Поэтому подведение промежуточных итогов должно стать стимулирующим фактором для тех организаций, которые пока проводят процесс преобразования не на должном уровне. И вопрос не только и не столько в выполнении прогнозных показателей, сколько в необходимости пересмотра подхода к делу. Ведь от продуманности и осознанности проводимой модификации производств сегодня зависит успешность их работы завтра. А потому эта тема стоит на особом контроле у руководства области. Уйти от модернизации не придется. Вот те инвестпроекты, которые вы взяли, утвердили, рассмотрели, они должны выполняться. Они должны выполняться. И исходя из этого, мы эту тему будем все время держать на контроле. Я думаю, если это надо, то информационно, может быть, каждый месяц на исполкоме Мартынюк будет докладывать, как идет эта работа. Может быть, даже каждый месяц. Но по итогам этот квартал за 9 месяцев мы снова в расширенном составе собираемся. Действительно, уйти от модернизации ни одному предприятию не удастся, ведь этот процесс дает возможность работать по-новому. Это давно поняли специалисты пинской типографии, поэтому останавливаться на достигнутом предприятии не собирается. Планов по модификации много. Усовершенствование уже в ближайшем будущем коснется и других этапов производства полиграфической продукции. В соответствии с утвержденным планом комплексной модернизации и технического переоружения, следующим этапом будет приобретение высекального пресса. То есть мы напечатали на картоне полноцветную упаковку. Для того, чтобы она дошла до потребителя в готовом виде, мы должны осуществить высечку. То есть металлической формой ее проштамповать, и она уже приходит заказчику непосредственно в готовом виде. Усовершенствование производства Брещена – важнейшая задача. Ведь основная цель, проводимая в области модернизации, сделать производство современным и технически, и технологически. А значит, сделать так, чтобы в будущем оно оставалось конкурентоспособным, востребованным и приносило доход. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Учреждение образования города Бреста в новый учебный год с новыми задачами. Ключевые слова для их решения – активность и максимальное соответствие требованиям времени и общества. Только так образовательный процесс с максимальным коэффициентом полезного действия будет развиваться и выполнять свои основные функции. Это слова мэра областного центра Александра Полышенкова на заседании Брестского исполнительного комитета, которое прошло вчера и на котором рассматривался один из главных вопросов текущего периода – подготовка учреждения образования к новому учебному году. О наиболее важных моментах заседания, а также о работе комиссии, принимающей объекты образования, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Вместе с ответственными чиновниками она побывала в двух школах областного центра, которые готовы принять ребятишек 1 сентября. К сожалению, еще не все учебные заведения города могут доложить о том, что в полном объеме выполнили ремонтные работы. Некоторые мелочи остались, а, как известно, нет ничего сложнее, чем устранять мелочевку. Где-то продолжается покраска, сборка мебели и даже замена кухонного оборудования. Затормозили этот процесс электронные торги, включающие поиск подрядчика на проведение ремонта. Кроме того, и это Александр Полышенков неоднократно подчеркивал, средства, предназначенные для ремонта учебных заведений, не всегда использовались рационально. Я отбежал в 18-ю школу. Да, 700 человек учащихся. А? 800. Ну, 800. Ну, 800. Да, 800. И делали стадион по полной программе. По полной программе. Стадион. По полного штаба футбольное поле. Ну, что на тактике? Что? Это специализированное заведение по подготовке футболистов. Среди частного сектора. Кто из частного сектора пойдет туда и играть? Они будут играть на своем собственном огороде, да еще в такой непотребной форме, в ракообразных. Вот так будет ковыряться. Там надо посмотреть, все укладывать деньги бездумно нельзя. Эти же недостатки отметил и начальник отдела образования, спорта и туризма Брестского горосполкома Анатолий Носков. Сложные работы на двух объектах, помещения которых находились в аварийном положении, еще продолжаются. Для гимназии номер 5 – это ремонт актового зала, а в средней школе номер 14 – замена кровельного покрытия. Анатолий Носков подчеркнул, что основные черновые работы к 1 сентября будут завершены. На сегодняшний день в учреждениях образования города, несмотря на то, что проходит приемка, подписываются паспорта готовности, ездят комиссии, работают комиссии. Работы все еще продолжаются. Продолжаются ремонты туалетов, продолжаются ремонты окон. И это опять-таки обусловно тем, что многие электронные аукционы состоялись с 1 августа, 6 августа, 10 августа и так далее. В среднем каждый аукцион продолжительность его проведения 45 дней. Для средней школы номер 15 подобные работы уже завершены. Уютные кабинеты и хорошее освещение, просторные коридоры и отличная библиотека могут только порадовать. О ремонте напоминает только запах краски, который к началу занятий покинет помещение. 15-я школа – это своеобразные ворота в московский район. Поэтому глава администрации Александр Рогачук лично проверил готовность учебного заведения к началу занятий. Если говорить о 15-й школе, конечно, в некотором роде 15-я школа – это витрина. Это витрина системы образования московского района, так как выходит на центральную улицу. Поэтому здесь мы большое значение придаем не только лишь работе внутри школы, но все-таки эстетике данного учебного заведения. И в частности по 15-й школе у нас на сентябрь-октябрь, опять же, без ущерба в организации учебного процесса, запланированы дальнейшие, достаточно большие объемы по благоустройству территории перед школой. Проблема качественного школьного и дошкольного питания также обсуждалась на заседании горосполкома. Это один из важнейших составляющих элементов здоровья подрастающего поколения. Эту проблему для себя решила средняя школа номер 7. С начала сентября здесь заработает новая модернизированная и просторная столовая. Вместе с главой администрации московского района посетил учебное заведение заместитель председателя облсполкома Леонид Суприк. Он лично оценил, насколько готова школа к учебному году, осмотрел новый пищеблок, отремонтированные кабинеты и обсудил с директором насущные проблемы. Количество средств, которые выделяются на пищеблок одной школы, варьируется в настоящий момент от 2,5 до 4 миллиардов рублей, как в этом случае. То есть это колоссальные средства, но это новые технологии, это новые материалы, это новые подходы к приготовлению питания и прежде всего к безопасному и очень вкусному питанию. На следующий год мы запланировали еще два пищеблока по нашим школам московского района. То есть это, как сказать, уже не компанейщина, это системная работа по повышению нашего материального фундамента системы образования московского района. Школы активно готовятся к началу занятий. Напомним, что Александр Полышенков определил сроки сдачи учебных объектов. Основные работы в учебных заведениях города должны быть официально закончены 29 августа, чтобы школьники смогли пойти учиться с сентября уже в теплые и уютные кабинеты. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. 23 августа работники государственной статистики отметили свой профессиональный праздник. Что, сколько, где и когда. Эти люди знают толк в цифрах. Сбор и обработка информации, соотношение количественных и качественных показателей в различных сферах жизни. Официальная статистика – важнейший инструмент государственного управления. Именно на ней основываются прогнозы социально-экономического развития государства. На основании этих данных принимаются решения на уровне республики или региона. Познакомилась с работой главного статистического управления Брестской области наша съемочная группа. Сотрудники статистического ведомства Брестской области, а их абсолютное большинство женщины, никогда не опаздывают на работу. А все потому, что профессия статиста требует оперативности и пунктуальности. Юлия Харс, специалист популярного у населения отдела услуг и демографической статистики, ведет счет мигрантам без малого 8 лет. Девушка уверена – работа с цифрами воспитывает чувство ответственности. А Валерий Кравчук, начальник отдела информационных технологий, знает, что скрупулезная работа требует еще и точности, поскольку трудится в самом сердце статистического управления, в центре обработки данных. Глядя на замысловатые кружево из проводов, мигающие лампочки, агрегаты и человеческий рост, простой обыватель не сразу догадается назначение этих предметов. А ведь именно сюда сливается информация со всех районных отделов статистических ведомств. Валерий называет чудо оборудования просто – серверы. Как вот известный один герой в одном известном фильме сказал, когда я прихожу на работу, начинают крутиться, вертеться все то, что без меня не крутилось. Так и здесь, наверное, я бы сказал. То есть без всего этого мы так оперативно, так быстро не смогли бы без всей вот этой аппаратуры передать, принять и так далее, и обработать информацию. Наша профессия охватывает очень много отраслей, и как бы вот эти вот цифры, они не просто с потолка, они за собой несут очень большую информацию. И я думаю, что для государства и вообще для любого гражданина они являются очень полезны. Сегодня в главном статистическом управлении Брестской области насчитывается 11 отделов, где сотрудники аккумулируют информацию практически обо всех сферах жизнедеятельности нашего общества. К примеру, узнать, сколько в регионе домов арендного типа можно в отделе инвестиций и строительства. А получить сведения о числе новорожденных в Брестской области помогут сотрудники отдела услуги и демографической статистики. Причем интересующие данные респонденты могут получить в течение двух недель. Это говорит о том, что государственная статистика сегодня – это оперативная система сбора, обработки и передачи разнообразной информации на базе современных компьютерных технологий. А совсем скоро жители Брещена смогут получить еще одну не менее интересную информацию в цифрах. В 2012 году у нас при поддержке ЮНИСЕФ в Республике Беларусь и в том числе у нас в области было проведено многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин. По его результатам мы получили информацию о здоровье матери и ребенка, о развитии детей, их воспитании. Это очень такая информация интересная и важная. В конце 2012 года, и вот сейчас этот процесс продолжается, мы внедряем представление отчетности в электронном формате. И вот к концу 2014 года в электронном виде возможно будет представить 90 форм статистической отчетности. Для многих из нас графики, таблицы, аналитические и методические материалы запретны для понимания плод. Однако профессионалы-статисты трудятся над этими изобилиями цифр 24 часа в сутки, чтобы трансформировать информационный материал в решение программы, касающейся каждого из нас. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Да, статистика – дама серьезная, с ней в игрушки не поиграешь. Но сколь много написано про статистику, даже в популярной песне 60-х годов в исполнении Тамары Мянсаровой приводятся статистические данные. На 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вряд ли изменилось это соотношение сегодня. Но вот об увеличении количества многодетных семей на Брещене статистические работники говорят с уверенностью. И это неудивительно. Крепкие здоровые семьи, улучшение демографической ситуации в стране – приоритеты политики белорусского государства. Строятся дворцы и спортивные комплексы. Открываются после реконструкции новые отделения в больницах и поликлиниках. В Брестской области к этим мероприятиям добавляется и выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни», которая традиционно откроет свои двери для посетителей в середине сентября. Об особенностях выставки этого года расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» уже стала традиционным событием в календаре мероприятия сентября. Организаторами традиционно выступают Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. И с каждым годом популярность выставки-ярмарки набирает обороты. Если в 2005 году она насчитывала 50 участников и 7 тысяч посетителей, то уже в 2012 это число составило свыше 120 предприятий и организаций и 16 тысяч посетителей. Сегодня прорабатывается содержание консультативных информационных технологий, и этот спектр будет расширен, он будет интересен для нашего населения, поскольку специалисты наших и областных, и городских учреждений города Бреста будут максимально давать информацию, какие сегодня технологии в здравоохранении имеются, именно современные технологии по сохранению и укреплению здоровья, но кроме того и безусловно по решению тех проблем, которые имеет человек. Главная цель, которую преследуют организаторы выставки – содействие здоровому образу жизни, продвижение услуг, технологий и товаров, содействующих укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни. В рамках выставки-ярмарки у любого желающего будет уникальная возможность получить консультацию квалифицированных специалистов, продегустировать вкуснейшую и полезнейшую продукцию ведущих предприятий региона, а также посоревноваться, чтобы получить ценный подарок. Одним из таких состязаний является конкурс «Здоровая семья». Победители этого конкурса ждут хорошие призы, потому что сегодня очень важным представляется формирование модели благополучной, здоровой, успешной семьи, имеющих не менее двух детей и способные к духовно-нравственному развитию, саморазвитию. И для нас, для государства очень важно, что «Здоровая семья» – это та среда, где формируется здоровье. Участники конкурса «Здоровая семья» – это модели для подражания тому, как нужно воспитывать детей, сохранять уют в доме и как поддерживать здоровье. Семья Николая Юг знает секрет настоящего благополучия. Родители с детства приучают парней к здоровому образу жизни. Поэтому династия спортсменов в этой семье пока не прервалась. Папа Александр – бывший футболист, сыновья Олег и Женя – волейболисты и активные участники общественной жизни. Младший Юра пока определяется, но его активности и позитиву можно только позавидовать. Семейный союз образовался, как оказалось, благодаря местной газете «Вечерний Брест» и существует вот уже практически 20 лет. Что-то хотелось такое вот новое. И вот через вечерку познакомились, начали встречаться. Все, через год поженились. Вот так вот наша семья романтически образовалась. Ну и все, потом вот начали детки рождаться. Вот уже старшему сыну в этом году 19 лет будет. К среднему 15. Вот а маленькому 5. Так что вот такая вот наша семья. Так вот и живем 20 лет. Каждый этап проходится заново. В принципе, остается что-то с прежнего. Поэтому как-то можно сказать легко. Ребята потом тянутся каждый младше за старшим. Есть уже какой-то опыт, есть какие-то советы. Ну и так вот, по-моему, ничего сложного там нет. И очень даже легко. Вместе семья путешествует больше всего по родной Беларуси. А в теплые выходные даже просто играют во дворе в волейбол. А младшему Юре очень нравится его маленький самокат. Мальчишки между собой дружат, всегда помогают друг другу. А мама чувствует себя надежно. В доме как-никак 4 мужчины. Привыкла уже. Уже привыкла. Настолько мы хотели девочку. Думали вот, что будет эта вот девочка родиться. И врачи говорили, что будет уже девочка. Но в конце концов нет. Уже после того, как родился Юра, сказали, что седьмая будет девочка. Но уже сложно соглашаться на это. Поэтому вот как бы трое детей, я считаю, достаточно. Ну а там уже будут невестки, внуки, пускай. А так пока вот мужской коллектив устраивает. Помогают мне всё. И муж, и дети. Вот как бы, слава богу, вот такие. Младшие, это они всё время были младшими. Вот с младшим с Юрой было тяжело. Как бы, потому что непривычно, как свой ребёнок. Ну как, не свой, но всё равно постоянно с ним нянчиться, постоянно что-то... Ну очень мало времени получается. Ну то есть сесть вот книжку, почитать, вот если, например, то очень сложно найти время. И потому что, ну постоянно дёргает. Но мне не привыкать, я так считаю, это брат. И тоже хочу ему что-то хорошее внести в его развитие. Семья всегда была и будет основой общества. Здесь формируются личностные качества, идеалы и ценности. Закладывается мораль. Несмотря на то, что у родителей сложная и ответственная работа, они всегда находят время для того, чтобы решить возникшие проблемы, продумать планы на будущее или просто поиграть в волейбол. В сентябре 2013 года в Ростове-на-Дону пройдёт 8-й фестиваль «Молодёжь за союзное государство». Форум молодости и креативности, таланта и безудержной любви к музыке примет многоголосую армию артистов и музыкантов из многих стран постсоветского пространства. Уже не первый раз участвуют в нём и белорусы. Брестский регион, как самый талантливый, в этом мы просто уверены, не мог остаться в стороне. И как итог, из восьми артистов, представляющих Синего Куэна фестивали, двое берестейцев. Кристина Лесник смогла ворваться в плотный график одной представительницы и взяла у неё эксклюзивное интервью. Итак, знакомьтесь. Участница восьмого фестиваля «Молодёжь за союзное государство» брещанка Яна Буцкевич. С Яной Буцкевич мы встретились в центре города на улице Советской. И хотя были знакомы заочно, не узнать героиню сюжета было невозможно. Она выгодно отличалась от других – красивая, модно одетая, лёгкая и утончённая, притягивающая своей позитивной энергетикой. Впрочем, такая она и в своём творчестве. Её смело можно назвать и певицей, и актрисой. Но всё-таки, как признаётся сама Яна, больше подходит к ней амплуа певицы. Ведь музыка девушки близка с детства. На домашних концертах знаменитая табуретка была для неё пьедесталом почёта. Но повзрослев, заниматься вокалом всё же не торопилась. Попробовала она себя сначала в танце. Но от судьбы, как говорится, не уйдёшь. Музыка взяла своё. Фортенциал, наверное, года два-три. А потом мне захотелось петь. И мама в вечернем Бресте тогда ещё нашла объявление, что набираются вокалисты. Мы пришли, оказалось, что это был набор в хор народный. Там, где поют женщины, уже взрослые. И вот их руководитель Сергей Фёдорович Любчук, заслуженный деятель культуры Беларуси, очень улыбнулся и говорит, ну, давайте мы вас послушаем. Он послушал, сказал, что всё очень здорово, и мы стали заниматься. Мы прозанимались 6 лет. Яна участница городских и республиканских вокальных конкурсов, таких как «Ступени», «Молодые таланты», «Крылья». В каждом из них девушка занимала призовые места. Кроме того, Яна – финалистка проекта МТС «Зажигают звёзды» и активный участник театральных проектов. Сейчас она является солисткой городского духовного оркестра джаз-бэнда «Музар». Мне всегда хотелось петь. Мы с самого детства пели с мамой, с братом. Я пели песни народные на кухне, в такой домашней обстановке. И всегда вот была тяга спеть, выступить. О фестивале «Молодёжь за союзное государство» Яна узнала из социальных сетей. «Где моя не пропадала», – решила Яна и подала заявку. Из восьми белорусов отобрали двоих от Брещины, одна из них – Яна. Первые восторги улеглись, пришло время волнений и хлопот. Ещё столько всего надо успеть – выбрать наряд, прическу, украшения. Подходит девушка к конкурсу со всей ответственностью, продумывая каждую мелочь. Она уверена, что успех зависит от мельчайших деталей, а главное – от того, как себя настроишь, и от поддержки близких людей. Я очень счастлива, что у меня мои друзья и близкие люди, все люди творческие. Кто-то в фотографии, кто-то в пении, кто-то в танцах. И мы настолько друга понимаем, и мы можем найти это время, чтобы провести его друг с другом. На конкурсе девушка будет исполнять два произведения – «Времени нет» и «Адажио». Второй сопровождает Яну с 13 лет. Очень много событий в жизни связано с данной песней – личных. Поэтому поёт девушка очень чувственно, каждый раз переживая заново. Обе композиции лиричные и проникновенные, как и сама исполнительница. Есть у Яны ещё одна любимая песня – «Любовь, похожая на сон». Во время исполнения всплывают эмоции, скрыть которые девушка не пытается. Яна гармонична в своём творчестве. У девушки нет музыкального образования, зато есть огромное желание заниматься любимым делом. Она усвоила для себя твердо одно простое правило – «Если что-то делать, то делать это максимально качественно». Такое кредо сопровождает девушку не один год. Вот, собственно, рецепт успеха от Яны Буцкевич. И ключи от счастья для меня нашёл. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 25 августа сохранится по-осеннему прохладная и неустойчивая погода. На Бречне будет преобладать переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10-12, максимальная днём не более 19 градусов. В понедельник, 26 августа, большая часть территории Белоруссии окажется на периферии скандинавского антициклона. Поэтому обойдётся в основном без осадков. Ночью и утром образуется слабый туман. Ветер северо-восточный ночью сменится на восточный, умеренный в течение дня. Температурный фон ночных часов составит 10-12 выше нуля и не более 19 градусов днём. Субтитры создавал DimaTorzok